Апатитский педагог Елена Вербнякова победила во всероссийском этапе конкурса «Мой лучший урок». В этом году среди участников из Мурманской области апатичанка единственная, кто завоевал первое место. Коллега Елена получила диплом третьей степени. О том, какую образовательную программу представили апатичане в Москве, они рассказали нашей съемочной группе. В детском саду 58 идет планерка. Педагоги вспоминают их лучший урок на всероссийском этапе в Москве. Елена Вербнякова, победительница конкурса в своей презентации, рассказала, как вести себя с самыми маленькими детьми. Теми, кто еще только собирается пойти в дошкольное учреждение. Елена в консультационном центре сада работает с очень юным возрастом. Жюри высоко оценил ее работу, в которой девушка привела примеры полезных игр для малышей от 10 месяцев до 2 лет. Например, рисование манкой или шнуровку, которые развивают мелкую моторику и внимание. Обязательно участие мам и пап. Вместе с родителями дети лучше развиваются. Они с удовольствием рисуют, они с удовольствием держат вот эти вот мячики массажные, массажируют. Они, понимаете, когда с родителем, и родители помогают. Ведь помощь родителей – это главное в этом возрасте. И детки уже охотнее, понимаете, без боязни уже делают это. Из всей Мурманской области Елена единственная привезла первое место. Победу разделяет с коллегой. Воспитатель Светлана Елисеева на конкурсе тоже представила лучший урок на тему общения детей и родителей. Сделала это в форме квеста. Пираты его команда «Мам, пап и чат» искали сокровища, отгадывали логические загадки, бегали на эстафетах. Получилось захватывающе, однако Светлане жюри присудило третье место. Это полезный опыт, считает педагог. У нас были совместные групповые занятия, нас всех подружили, нас всех объединили. Мы все, в общем, были объединены большим таким словом «воспитатель». То есть мы были объединены одной идеей и одним желанием – работать с детьми и сделать их жизнь как можно лучше, и воспитать из них настоящие граждане России. Поездку организовали сотрудники администрации сада. Основная задача занятий в конституционном центре – это не только развить малыша, это привить родителям интерес к занятиям с малышом. Свои лучшие уроки педагоги применяют на практике.